Ну что, ребята, сегодня опять видео, моя дорога в Карелию. Я, когда езжу в Карелию, регулярно записываю такой вот ролик. Кто давно на моем канале, вы это прекрасно знаете. Я просто включаю камеру на машине, показываю дорогу и долго разговариваю. Сегодня будет несколько вопросов, которые мы с вами обсудим. Я уже выезжаю из Ленинградской области. Давайте обсуждать очень серьезные и важные вопросы. Ребята, у меня к вам на самом деле есть два важных вопроса. И эти вопросы, они важны не то чтобы именно для меня, они скорее важны для вас. Потому что этим видео я хочу как-то заставить некоторых из вас думать, задуматься над своей жизнью. Поэтому ролик такой немного коучинговый. Кому интересно, я этим увлекаюсь, провожу коуч-сессии, общения, всякий разбор проблем. И поэтому у меня такое мышление. Но я сейчас не о себе, а вообще о жизни. И вот у меня к вам два вопроса. Первый вопрос я задам сейчас, потом пообщаемся и задам второй вопрос. Первый вопрос. Что для тебя важно? Вот задумайся. Что для тебя важно? Потому что, казалось бы, ну такой вопрос-то на самом деле, ну вроде банальный, да? Банальный-то банальный, только кто его себе задает? И вот ответ на этот вопрос может действительно поменять взгляды на жизнь. Этот вопрос может отрезвить кого-то. Этот вопрос может как-то наставить на какой-то путь истинный, так скажем. Что для тебя важно? Потому что если ты, к примеру, целыми днями сидишь там где-нибудь во дворе и бухаешь троебан, или еще там какое-нибудь пивко из баклажки, вот такому человеку спросить, вот задать вопрос, что для тебя важно? А вот что он ответит? Смысл жизни? Служить людям? Или государству? Или для меня, главное, семья? Мои дети, родители? Или еще что-нибудь, ну какую-нибудь придумать ерунду всякую можно? Да вряд ли. Для него ничего не важно. Ну кроме его каких-то таких вот посиделок дворовых. Поэтому если у кого-то есть какое-то недовольство жизнью, или, ну, что-то... Ты хочешь изменить свою жизнь, что-то тебя не устраивает, ты о чем-то задумываешься, почему оно так? Задай себе вопрос, что для тебя важно? Потому что ответ на этот вопрос, возможно, тебя как раз сподвигнет сделать то, что тебя приведет к тому, что тебе важно. Вот задай этот себе вопрос. И если не запаришься, напиши в комментариях ответ на него. Ну хотя бы так. Хоть примерный. Действительно очень интересно, что для тебя важно? Вот сколько человек напишет в комментариях сейчас, что для них важно? Вот мне интересно. И какие будут ответы? Людям бывает, иногда кажется, что вот у кого-то все лучше. Вот у Андрюхи, у него все классно. Видно по нему, ходит довольный. Конечно, папа машину купил, квартира есть, от бабушки досталась. Что ему париться вообще? Вот у него все классно. А вот у меня, у меня там... Чему мне там радоваться? Очень часто люди думают, что где-то у кого-то всегда лучше. На чужом огороде всегда клубника более сладкая. Чужая жена всегда более сексуальная. Чужая страна всегда более экономически развитая или социально безопасная и так далее. Можно всегда говорить, что вот у кого-то что-то лучше. Откуда источник этих мыслей? Это просто непринятие того, что у тебя есть. Так говорят люди, которые не ценят то, что имеют. И это на самом деле, если говорить религиозно, это большой грех. Ну, можно не верить в Бога, да? Я тут не хочу там вот эту тему все двигать. Это... Хотя нет, почему? Хочу. Но если ты атеист, это никак не противоречит. Можно слово Бог заменить на какое-нибудь другое слово. Но мы не ценим, многие из нас, большинство, да почти все, не ценят то, что имеют. И от этого возникает вот это вот недовольство. Мы видим, что какие-то люди, знаете, вот так вот кто-то в комментариях написал. Вот все ходят, гуляют, развлекаются, бухают. А я бросил пить, и вот теперь у меня все скучно. Так вот все ходят. Да кто все? Ты всю страну, что ли, там знаешь, или что? Просто увидел десяток веселых компаний, молодежь там ходит веселая. Это не все. Это даже не меньшинство, это милипиздрическое количество какое-то. Это далеко не все. То, что кто-то там ходит, смеется, выпив пару пива, это не значит, что все ходят, гуляют и веселятся, у всех жизнь бьет ключом. А вот ты такой грустный. Вот у них хорошо, а мне нехорошо. Нет. Опять же, оно все не так. На самом деле, можно сказать, что мы все одинаково счастливые и одинаково несчастные. Но за исключением тех моментов, когда человек просто не хочет быть счастливым. И он больше, чем кто-то другой, несчастен, потому что он находится в позиции жертвы, в коленно-локтевой позе живет. И он упивается этим. И это, кстати, самая такая удобная, комфортная в какой-то степени позиция, вот эта коленно-локтевая, жаловаться на жизнь. Жалобщиков любят, их как бы жалеют. Вот есть такие, да. Вот намного проще обвинять окружающий мир на свою несчастную судьбу и так далее. Это намного проще, чем взять и поменять. Хотя в то же самое время, мне кажется, что наоборот, лучше изменить свою судьбу на более счастливую и жить и радоваться, чем вот так вот страдать и корчить из себя несчастного человека. Поэтому нет такого. Никогда не думайте, что у кого-то что-то лучше. Вы же не находитесь в шкуре этого другого человека. Вы даже представления не имеете, как человек живет. А если вы его видите, какой он толстенький, розовенький и улыбается, это вовсе не значит, что у него все хорошо. Это он, может быть, перед вами улыбается, а внутри себя он может быть очень несчастным человеком. И вот это вот его какая-нибудь... В основном чему завидуют? Материальному достатку. Такой этот материальный достаток, он на самом деле не относится никак к жизненному счастью, к жизненной радости, к какому-то кайфовому отношению к жизни. Ведь что все хотят? Все хотят жить классно. А жить классно, кайфово, радостно, счастливо, это же внутренние ощущения. Я вам скажу даже, наверное, что это некая философия и образ жизни. Потому что если для кого-то счастье это какая-то эйфория, там, купил Мерседес, вау! На самом деле, если ты купишь Мерседес, у тебя не будет вот этого вау. Не будет. Потому что, если ты покупаешь Мерседес, ну, к примеру, новый, то до него еще дорасти надо. И тут ты с зарплатой в 50 тысяч рублей не купишь новый Мерседес никогда. Даже в кредит на 200 лет. Ты его не купишь. То есть, у тебя зарплата должна быть там, ну, я не знаю, 150-200 тысяч, да, чтобы был какой-то первый взнос, и потом каждый месяц по 100 тысяч платить. То есть, ты уже будешь человеком, так скажем, с некими финансами. И ты уже до этого будешь иметь что-нибудь там, какую-нибудь машинку неплохую. И этот Мерседес, это будет, ну, такое приятное приобретение, но он не будет тебе дарить счастье. Или даже если и будет, то это будет какое-то короткое время. А стоить он будет, ну, немало, да? Да хрена он будет стоить. Поэтому материальная там, квартира, ну, да. Ну, ты даже вот купишь квартиру, опять же, ты же не за наличку, скорее всего, ее возьмешь. А если за наличку, то, значит, у тебя уже была, наверное, какая-нибудь квартира, да? Ты же не просто так достал там, ну, хотя бы 5 миллионов из кармана и купил. Или если ты берешь в ипотеку, ну, какое тут счастье? Ну, да, свое. Так за это свое еще 20 лет будешь платить. Где тут счастье? Первый же платеж тебя вернет на место очень быстро. А второй, третий и так далее и подавно будешь думать потом, блин. Поэтому счастье, оно никак не относится к материальному. Конечно, если ты там оказался каким-то бедным человеком, у которого куча обязательств, то, ну, тут сложновато, наверное, будет, потому что придется много работать. Ну, опять же, как это так? Взял и оказался такой с долгами, с ипотеками, с женой, с ребенком, вот с проблемами, вот с этими. Ты же сам в них залез зачем-то. Непонятно зачем. Ну, у каждого из нас своя судьба, у каждого свои уроки. Просто кто оказался в такой ситуации, это значит, ему нужен этот урок, чтобы понять, чтобы было понятно, что, чего и как. Я на самом деле к тому, что не надо никому никогда не завидовать, не думать, что у кого-то что-то там лучше. Потому что то, как ты живешь, ты это сам выбрал. Ты понимаешь это? Что ты это сам выбрал, дружок. Это не такая судьба, злодейка, коварная. Вот это проклятие, которое тебя к этому привело. Нет. Это ты взял сам на себя ответственность за то, где ты находишься. И сам в это залез. Что бы у тебя там сейчас не было, где бы ты ни был. Это все твой движ, и ты его сам намутил. И, кстати, если ты реально признаешь ответственность свою сто процентов, вот сто процентов, не то, что там девяносто девять процентов ты и один процент, например, государства такое вот виноватые, вот этот вот путинско-фашистский режим какой-нибудь там, ну, я не знаю, кто как-то мыслит, но надо принять сто процентную ответственность за каждый свой шаг, за каждое свое движение, и на самом деле тогда тебе будет проще жить. Тебе будет некого обвинять, да и зачем вообще кого-то в чем-то обвинять? Никого ни в чем обвинять нельзя. Смысла нету. Все, вот вся вот эта вот твоя жизнь, твое кино, твоя компьютерная игра, где ты главный персонаж, главный герой, это все ты. Это все ты. Блин, ребят, может быть сейчас в камеру солнце светит, я не знаю, как там дорогу показывает, ну, уж как есть. Ничего перемонтировать не буду. Этот ролик, кстати, надо слушать, забыл сказать перед началом, что это видео надо слушать, а не смотреть. Так вот, для того, чтобы не страдать от того, что у кого-то что-то лучше, или у кого-то там все круче, а ты такой несчастный, нужно взять стопроцентную ответственность за все, за всю свою жизнь, вообще, за все, что бы не произошло. Вот что надо сделать. И тогда тебе будет намного проще. И тогда у тебя и получаться будет больше. Потому что ты будешь понимать, что, ну, если ты хочешь что-то изменить, тебе нужно что-то сделать. А по-другому никак. По-другому-то и не получится. Поэтому, ребята, ни у кого ничего не лучше. Даже если вот какой-нибудь там Джиган, я не знаю, Ксения Собчак, Хакамада, не знаю, какой-нибудь Артемий Лебедев, вот они там все на Мальдивах, в каких-то государствах отдыхают, каждые выходные летают на самолетах куда-то там отдыхать. Ну, и что там завидовать-то? А для них, может, это уже и никакая не радость, а обычное времяпрепровождение. И ты можешь домой, вот там, дома, где-нибудь у себя приехать на дачу и внутри себя чувствовать лучше, чем они. Они уже, у них есть все. Может, им радоваться в этой жизни нечему. Они уже ищут, ищут, ну, как бы что, а у тебя впереди еще столько открытий. Жизнь, ведь это же, этот движ и есть. Вот, так что, не надо никому вообще там завидовать или всякому такому. Ну, и опять же вопрос, что для тебя важно? Ответь, ответь, напиши в комментариях, что для тебя важно. Блин, надо побрызгать, наверное, на стекло. Блин, нахуй оно вообще фары моет? Мне не нужно фары мыть. Мне нужно помыть стекло. Понятно. Продолжаем дальше. насчет перфекционизма. Как с ним бороться? Знаете, есть люди, которые хотят все сделать идеально. Просто, чтобы у них было идеально все. То есть, если за что-то они берутся, то все должно быть идеально. На столе порядок идеальный, все должно ровненько лежать. Блин, может мне перевернуть это на самом деле? Да, уж лучше переверну, потому что тут, ну, я не знаю, против солнца смотреть. Насчет перфекционизма. Это вообще в большинстве случаев такая приобретенная тема. Знаете, например, вот ребенок хочет, чтобы его папа или мама больше любили, потому что, ну, вот не хватает ему любви. Папа занят своими делами, мама там домашними геморроями, и вот ребенку ему не хватает внимания, родители, многим не хватает любви. Вы знаете, очень большая вот именно проблема у нас, то, что нам не хватает любви, и мы от этого страдаем. Родители думают, что любовь это вот обеспечить ребенка, это вот чтобы он ходил в хорошей одежде, не как какой-то нищеброд. Это чтобы он ходил в нормальный садик, нормальную школу, чтобы у него была красивая кроватка, красивая одежда, чтобы он нормально питался. Это, конечно, здорово, но это не любовь. Ребенок сам от этого не чувствует, да ты понимаешь, что ты лучшее даешь своему ребенку, а ему, ребенку похуй вообще. Он не видит разницы между одеждой, например, там штанишки за 7 тысяч рублей или штанишки за полторы тысячи рублей. У него нету разницы, ему реально похуй, а ты думаешь, вот какой ты молодец, ты купил ему не за полторы, а за семь. Какой ты хороший отец, или какая ты хорошая мать, а ты нихуя нехороший отец, нехорошая мать. Ты просто вот так вот себя, это вот твое эго типа от этого всего кайфует, что вот, какой я молодец, вот как оно на самом деле. И вот ты ребенку покупаешь там что-то такое, что, ну, что тебе кажется, что это важно. А ребенку важна любовь, ему важно внимание, ему важно, чтобы поиграл с мамой, поиграл с папой, чтобы были все вместе, чтобы была любовь в семье, вот что для ребенка важно, а не какая у него одежда, или какая у них квартира. Он вообще вот, мы жили в коммуналке когда-то, когда я был мелкий в Москве, мне было вообще насрать, прикольно, мы тут, там эти живут, весело, а для взрослых-то это пипец, хренов, в комнате живем, ванна одна на несколько семей, а мне, я был мелкий, мне насрать вообще было, мне, для меня жилищные условия вообще ничего не значат, что в одной коммуналке, что в другой, какая разница, там, в Москве еще помню, на Цветном бульваре, там чуть ли не под лестницей, в какой-то халупе жили, ну как, ну да, это халупа, ну как квартира, не то, что это просто под лестницей, нет, это была квартира там, просто она была в таком подвальном помещении, это как там какая-то дворницкая, переделанная, под такое место, где можно там ночевать, ну как квартира там, и там горячая вода просто из батареи была, то есть, ну условия на самом деле, ну такие, мягко выражаясь, не очень, мне, как мелкому, мне там было, ну например, 8 лет, да мне насрать было, какая разница, папа, мама рядом, нам-то хорошо, собаку завели, круто, мне вообще очень нравилось, на Цветном бульваре, погулять было где, вообще прикольно, это я к чему все говорю, к тому, что вот родители думают, что ребенку нужно, там что-то все лучшее, а ребенку это не нужно, это родители считают, что нужно, а ребенку насрать, вообще положить, ему нужно, чтобы были все вместе, все друг друга любили, все, а родители заняты, тем, что вот, зарабатывают деньги, они работают, и они это, считают, что это важно, а это на самом деле, ну, да, это не скажет, что это не важно, это действительно важно, но не настолько, чтобы, прямо вот, например, ребенок это оценивал, нет, ребенок ценит время, проведенное с ним, и время, проведенное с любовью, с радостью, а когда он этого не получает, то ему как-то на себя приходится обращать внимание, и вот он может начать капризничать, там, упал, рано, там, какая-нибудь коленочка заболела, или он плохо себя чувствует, животик болит, лишь бы мама обратила внимание, или папа, либо как вариант, можно хорошо учиться, получать пятерки, чтобы похвалили, чтобы дополнительное внимание получить от родителей, от папы, мамы, там, дедушки, от бабушки, старшего брата, я не знаю, и вот он и берется, перфекционизм, чтобы быть лучшим, быть среди всех лучшим, и вот он рвет жопу, чтобы быть лучшим, и рвет жопу, потом уже вот школа, все, потом в институт, надо школу закончить с красным дипломом, или чтобы все пятерки были, лучше всех надо закончить школу, потом он в институт, там надо быть лучше всех, и если не дай бог, там где-то не пятерка, а четверка, это трагедия, это стресс, и если вот так вот человек выходит во взрослую жизнь, вот с этим вот комплексом, синдром отличника, вот он перфекционизм, и он во всем хочет быть, чтобы все было правильно, и все было лучшим, чтобы он был лучшим, и вот головастики, вот те, которые думают много, вот головастики, они от этого страдают очень сильно, потому что в этом мире ничего идеального нету, ты не сможешь сделать так, чтобы все было ровный лес какой-нибудь, ровные дороги, чтобы у тебя была самая большая зарплата, это невозможно, всегда кто-то будет лучше тебя, всегда, ты представляешь, какой стресс, быть вот таким вот, перфекционистом, в мире, в неидеальном мире, где невозможно добиться идеала, и вот человек страдает, вот это вот печально, ребята, вообще не надо быть никогда, вот, стараться быть лучшим, где-то говорится, что стань лучшим, нет, не становись лучшим, не надо, будь таким, каким хочешь ты, не таким, каким ты думаешь, что от тебя ждут, чтобы ты был лучшим, нет, будь таким, каким ты хочешь быть, каким тебе нравится даже быть, я бы так сказал, потому что, может быть, ты вот так вот и думаешь, вот я хочу быть самым сильным в мире, Или самым красивым в мире Я хочу стать мистером Олимпия Я хочу В смешанных единоборствах Быть чемпионом мира в каком-то там весе А откуда эти желания? Это что за желание такое? То есть его источник какой? В принципе, так вот подумать Ничего плохого в этом нет Но тут момент в том, насколько ты от этого Кайфуешь или страдаешь Потому что стать чемпионом мира Насколько велика вероятность Она ничтожно мала То есть этого и можно добиться И в то же самое время Может не получиться добиться Потому что точно так же, как и ты Еще чемпионом мира хотят стать Еще 55 тысяч человек в этом мире На одно место Какова вероятность того, что Ты станешь чемпионом мира? Ну блин, действительно невелика Но она есть И вот тут я хочу сказать про то, что Не то, что надо отказываться от своей мечты Нет Но надо так, чтобы ты кайфанул То есть если у тебя не получается И ты от этого страдаешь У тебя стресс Потом ты, не дай бог, на алкоголь, на наркоту сядешь Или не дай бог покончить с собой Из-за того, что не получилось Знаешь, как вот артисты Некоторые спиваются Старчиваются Кончают жизнь самоубийством Потому что это амбиции Творческие люди У них очень мощная гордыня Вот эта вот самость Как это сказать-то Эго очень-очень мощное Потому что хочется быть лучшим актером Среди актеров Вот есть такой у меня Папа учился в Щукинском училище С кучей известных людей И он говорит В театральной среде Ну, дофига кто спился, сторчался Или просто покончил жизнь самоубийством Повесился, там, передоз Чикнул вены в ванной Потому что не стал главным актером театра, к примеру Понимаете? И вот здесь вот стремление Вот этот перфекционизм Он приводит к чему? К тому, чтобы ты крякнул Чтобы ты страдал Нет, это ловушка Вообще, я вам скажу так Вот наш учитель Пацигун Когда мы что-то делаем Занятия, всякие упражнения Он говорит Старайтесь на 30% На 30% Еще раз повторяю На 30% Не на 50% даже Не в полсилы На 30% Но нужно, чтобы было вдохновение Старайтесь все делать Вот как говорят С любовью Просто делай с любовью И все Делай так, чтобы ты сам От самого процесса получал удовольствие Хочешь стать чем-то лучше Но стремись к этому Но стремись в моменте Не живи в будущем Как ты будешь стоять Золотой медалью Там где-то Перед тысячами фотографов И там вот Наконец ты чемпион мира Конечно, визуализировать Наверное, можно Но так, чтобы это не влияло На твою жизнь Вот так вот В делах Вот я считаю Где-то, где ты чувствуешь Что надо порвать жопу Постараться Почему нет? Если ты чувствуешь Что вот сейчас Что это нормально И вот сейчас Это будет в тему Чувствуй себя Слушай свое сердце Так скажем Но не живи в будущем Которого может не быть И не оставайся в прошлом Которого уже не существует В природе Жизнь, она сейчас Жизнь, вот это вот секунда Вот это вот мгновение Вот сейчас вот это жизнь Вот надо в нем быть Вот это ты живешь А когда ты вот так вот сидишь И думаешь Как ты там что сделаешь Опять же Это я не против этого Подумать на будущее Наперед Само собой Нам дан мозг Это инструмент Им можно пользоваться Конечно даже нужно пользоваться Но дело в том Что Когда ты там зависаешь И ты отдаешь свои эмоции Вот туда в будущее А вот это уже страдание Сколько я вот Всякого вот этого Настрадал Сколько там уже 28 минут Сейчас выключится Надо перевключить камеру Сколько я хотел Одного Второго Пятого Десятого Двадцатого Сейчас я уже Ну не то чтобы забил Я уже понял Что Бессмысленно В свои 43 года Я уже наверное Ну пол жизни Может там Прохерачил Да Я еще буду О чем-то там Ну вкладываться Эмоционально И страдать От того Что у меня чего-то Не получилось Или чего-то нет Не ребят Я хочу жить сейчас Я хочу радоваться То что я сейчас Здесь есть И то что у меня есть А у меня есть Блин у меня столько всего Вообще капец Даже вот этот диктофон Есть Понимаете Ну что Продолжаем Я наверное не буду Включать дорогу Потому что солнце Вот прям Херачит Вот сюда И вы там Наверное Ничего не увидите На себя Камеру развернул И ладно Возвращаясь К нашим вопросам О том Что для тебя важно Ну помыслил Да Что для тебя важно Это очень важный вопрос Вот Его себе задавать Что для тебя Чувак машет Главной палкой Все Стоп Стоп Я взял Проехал Что для тебя важно Это вопрос номер один И второй вопрос Некоторые я хочу Чтоб ты задал Сам себе Вопрос номер два Чего ты хочешь Когда у меня проходят стримы И кто-то Ну пишет о каких-то своих проблемах Как правило о проблемах с алкоголем В личных отношениях Еще что-то там На работе Как правило вот эти вот темы В основном Я задаю вопрос Чего ты хочешь Ну по-моему Пока мне вроде бы Почти никто не ответил Я просто не могу вспомнить Может быть кто-то и ответил Но в основном Люди просто пропадают Все Они не отвечают на этот вопрос Я спрашиваю Чего ты хочешь И все И человека на стриме Больше нет Ну либо он никак не Проявляет себя Либо он начинает уходить От этого вопроса Начинает отвечать рядом Понимаете Я ему говорю Чувак Ну ты уходишь От ответа на вопрос Вот скажи пожалуйста Чего ты хочешь Вот реально Для себя Ну и все И я потерял Человека на стриме Задайте этот вопрос себе Спроси сам себя Чего ты хочешь Кто-нибудь напишет в комментариях Чего он хочет Только знаете Опять же Вот тут есть некое условие Начнется вот опять же Обслуживание своих страхов Это нужно стабильная работа Что значит стабильность вообще Это страх Страх жизни Страх того что произойдет что-то там Ну что-то там произойдет Для чего нужна стабильность Чтобы не оказаться голодным И не оказаться на улице Никто не останется голодным на улице Не вероятность конечно есть Вот кто-то мне написал Из Донбасса Или что-то там На Украине Да где-то там Военные действия У человека все было хорошо И вот оказался на улице Ну да Такое Ну от этого никто не застрахован Это что-то из серии Кирпич на голову упал От этого никто не застрахован Подушку безопасности Ты здесь никакую себе не организуешь Понимаешь Есть вещи которые невозможно предсказать Например вот цунами В каком 2004 году Или в каком 2008 Не помню Цунами вот там вот Где там Какой индийский океан Тихий океан Которое унесло около 300 тысяч человек В Индонезии Или где там было цунами Одно из самых крупных вообще в мире Кто мог предположить 300 тысяч пропало Ну от 225 до 300 тысяч человек Вот такая вот статистика умерла Ну то есть пропали без вести Куда пропали Ну понятно да Погибло до 300 тысяч человек Кто от этого вообще может быть застрахован Кто Как Кто знал что вот Подземные вот эти вот плиты Они там Какая-то плита упадет на какое-то расстояние И просто будет Такой толчок Погибло столько людей Никто не застрахован От чего-то там Ну бояться Какого-то будущего Что вот в будущем Может что-то произойти Бояться потерять работу Вообще как Лобковский сказал Если вы чего-то боитесь То значит ваша жизнь Это состоит из того Что вы обслуживаете ваши страхи А это уже все Это не жизнь Это ну вот как Вот рабство Ты в рабстве у своего страха Ты живешь для него Работаешь на него А тебя в этой жизни уже нет Поэтому ответ на вопрос Чего я хочу Это именно Чего я хочу В таком эгоистичном плане Вот для себя Реально Чего ты хочешь Как ты хочешь жить Как ты хочешь Чтобы происходила твоя жизнь Многие конечно будут хотеть Миллиона долларов Или Там Пятьдесят миллионов долларов И ничего не будет конечно же Никаких миллионов долларов Потому что Деньги приходят под цель А иметь деньги Это не цель Это что-то другое Для чего тебе Там миллионы долларов Что они тебе Дадут Что ты с ними будешь делать Жить так же как и сейчас Только В более крутой обстановке В более красивой Так что ли Нет Таким людям Разве приходят Такие деньги Сможешь ли ты вообще С ними справиться Для чего они тебе То что ты загудишь там на год И сторчишься Сопьешься Поэтому у меня вот так вопрос Чего ты хочешь Чего Напиши Еще у меня один из подписчиков спросил Мне кажется Что я все просираю Уже поллета прошло Я ничего не сделал И что сделать Не знаю Такое ощущение Что все просрал Ни дня не могу вспомнить За эти поллета Ничему не учусь Ничего не делаю Что делать Хрен его знает Так тоже можно думать Что делать Вот я просрал Там например Мне 35 Я ничего не добился В этой жизни Все время просрал А что это за мысли Откуда они И чьи они А что надо было сделать Что надо было сделать Вот хорошо До 35 Ты там Ничего не добился Такой же щенок Как и в 18 Только уже Кожа чуть-чуть Не такая И это Животик появился И немного седых волос Да И вот ничего не добился А чего нужно было добиться Вот это вот Тоже Добиваться чего-то Это откуда растет Это все Социально навязанные Какие-то установки Программы Такой социальный вирус Чего ты добился То есть Надо Добиться Кстати да Мне даже в стриме Кто-то спрашивал Как ты кого-то Там чему-то Можешь учить Если у тебя Даже своего Угла нету То есть У людей Такое вот Знаешь Восприятие Ты должен Обязательно Купить квартиру У тебя Должна быть Машина Не знаю Дача какая-нибудь Обязательно Жена Дети Если у тебя нету детей Почему нету Это уже подозрительно Нету детей Как это так А почему Что это такое Нету детей Хотя я считаю Что Ну Это Такое дело Дело Осознанного выбора Ничего в этом Такого нету То что нет детей Это тебе Сейчас уже не те времена Как там Тысячу лет назад Когда Нужны дети Нужно их рожать Потому что Половина из них Умрет Еще в младенчестве Не выживет Нужны дети Чтобы Как-то там Выращивать овощи Или что-то там Ловить рыбу Ходить на охоту Чтобы выживать Раньше люди Да Выживали Сейчас Какое выживание Сейчас нет никакого выживания Сейчас деградация Уже полная Не выживание Сейчас все сделано Для того Чтобы ты Деградировал И опускался А не развивался Ну хотя Кому как Вон тебе жратвы Всякой говняной Чтобы ты жрел Дешевейший Столько Что просто Выкидывается Уже После срока Годности Вот тебе Дешевое Бухло Вот тебе Порнуха Вот тебе Тупые Сериалы Чтоб ты Жрал говно И жрел Вот у телевизора С тупыми Сериалами Вот и все И для этого Тебе достаточно Ходить На любую Работу И тебе Хватит денег На то Чтобы деградировать Вот как оно Ну так вот Ну Так устроено Что вот Проще всего Вот именно Так жить Хотя и для развития Сейчас очень Много всего Сейчас интернет В бесплатном доступе Или почти В бесплатном И ты можешь Получать любую Ценную информацию Которую раньше Нужно было Там я не знаю Пройти тысячи Километров И найти Кого-то Кто тебе Что-то похожее Сможет рассказать И то Если захочет А сейчас У тебя доступ Ко всей информации Этого мира И образование Сейчас не нужно Там я считаю Ну или нужно Только тому Кто выбрал Профессию Где действительно Нужно очень много Знаний И реально Нужно образование Но это уже Опять же Для тех Кому Именно это Надо Знаю людей Вообще без образования Обеспечивают себя Всем материальным И живут в достатке И им нормально По жизни Не только в материальном смысле Но Если человек Себя реализовывает Реализовать себя Можно и с образованием И без образования И быть с деньгами И без денег Как хочешь Сейчас можно жить Как ты хочешь Другое дело Что мало кто хочет Вот и вопрос Чего ты хочешь Просто Отсидеть Жизнь Вот эту Которая у тебя Появилась тут Да Как в тюрьме Отсидеть срок Так и здесь Ну устроить сраку Так потеплее И жить Или чего-то еще Тут у тебя есть выбор Ты можешь Хотеть Ну чего ты хочешь Того и захотеть Короче Грубо говоря Блин прикольно Конечно вам не видно Такое лесное озерцо Вот Карелия Край лесов И озер Потому что Лесные озера Небольшие Очень кайфовые И вот Вот этот вопрос Что Все просрал Ничего не успел Ничего не добился Вот какие установки Вот загрузили их В человека Ты Все И вот установочки Такие Что нужно было добиться А на самом деле Не нужно Если тебе действительно Хочется Вот там Что-то сделать Вот человеку Которому хочется Вот чего-то добиться Он берет И добивается Он идет своим путем У него вопросов Не сильно много Он ищет для себя Варианты И добивается Одно попробует Другое Третье Что-то стрельнет И он двигается И не надо здесь Быть семи пядей во лбу Просто живешь И делаешь Вот делать Братца и делать Да Такой лозунг был У бывшего мэра Петрозаводска Братца и делать Отличные слова Братца и делать Поэтому не парьтесь Насчет того Что вы чего-то Не добились Потому что Если Вот есть желание Искренне От души Добиваться чего-то Ну добивайся Определись Чего ты хочешь И к этому иди Кстати Артур Сита Рассказал Стопроцентный способ Как добиться Любой цели Любой поставленной Тобой цели Хотите расскажу Ну конечно расскажу На это уйдет у меня Минутка другая Как добиться Того Чего ты хочешь Вот реально Любой цели Вот у тебя 7 дней в неделю Один день Ты отдыхаешь Ну надо отдыхать Хотя бы раз в неделю Надо отдыхать Ничего не делать А вот остальные 6 дней в неделю Посвяти Вот Своей цели Вот что ты Например Сегодня сделал Для того чтобы Хоть на миллиметр Приблизиться К своей цели Что ты вчера Сделал Для того чтобы Хоть на миллиметр Приблизиться К своей цели Что ты Завтра Сделаешь Чтобы Еще там На какое-то Расстояние Приблизиться К своей цели У тебя У тебя У тебя вообще Есть цель Если есть цель То каждый день Иди к этой цели Вот и все Ну 6 дней в неделю Посвяти Вот сколько 24 часа в сутки Ну вот посвяти Хотя бы 12 часов Ну вот Это конечно Если ты реально Хочешь прямо вот Добиться Какой-то цели Вот таким вот образом Она и добивается Ну конечно же Там Ты и так работаешь 12 часов в сутки У тебя семья Ипотека У тебя дети Тебе некогда Идти к своей цели Ну значит все Еще Значит ты выбрал Не идти Ты выбрал Не судьба Не жизнь Это твой осознанный Или может даже Неосознанный Конечно Кто его знает Но это так или иначе Это твой выбор Если ты не можешь Прийти к своей цели Оправдывая это Тем что Ну вот у тебя Вот так вот Сложились обстоятельства Ну вот куда ты едешь Блять Вот надо Обгонять прямо В такой опасный момент Когда на тебя Фура едет Ну да Люди видимо Ценят свою жизнь Или просто Не осознают Что жизнь Все-таки Ну хоть чего-то Достоит Так Ну что Карелия По сигналим Вот так вот Поэтому Если ты ничего Не добился Ну значит Ты ничего не делал Скорее всего Для того чтобы добиться Либо делал Недостаточно Хочешь Чего-то добиться Берешь и добиваешься Ну а как По-другому-то Никак Все просто Идешь и добиваешься Конечно Не каждый придет Наверное Но кто будет Более настойчивый Или упорный Кому это Идет на этом пути Как еще Не просто Какой-то там Счастливчик Просто Ну вот ему Везет во всем Да нет Это не так Ну вот ребята Вот так вот с вами Пофилософствовала Я думаю Я думаю что Для ролика Это Достаточно Не получилось Дорогу поснимать Из-за солнца Ну Ну и ладно Какая разница Все равно этот ролик Надо слушать Не смотреть А слушать Если у кого-то из вас Есть какие-то Жизненные сложности Или какие-то ситуации Которые хотелось бы Поразбирать То я провожу Такие вот Личные беседы Да за деньги Но Это Донейшн То есть Сколько ты сам Посчитаешь нужным Пока я Цену за это Не ставлю Пока все беседы Что проходили Люди Очень довольны На самом деле Вот Так что Если кому-то надо Пишите в личку Мои контакты В описании Если ролик понравился Ставь лайк Обязательно И напиши Свой комментарий Что думаешь По кому-то По какому-то Из этих вопросов Буду благодарен Действительно Ребята Канал Блог Тихого Это Канал О развитии Мне нравится Об этом говорить О жизни Познании Каком-то Я думаю Что здесь Собирается Именно такая Аудитория Которая Идет Не в деградацию А в развитии И мне это Очень нравится Мне нравится Обязательно Смотрите Мои стримы Потому что На стримах Я читаю Все комментарии Я никого Не пропускаю Поэтому Если Как-то Хочется задать Какой-то вопрос То обязательно Подпишись Поставь колокольчик Ну и обязательно Инстаграм Тикток Они тоже Есть в описании Там тоже Провожу стримы И я у тебя Буду в телефоне И можно общаться Спасибо вам большое Что посмотрели Послушали это видео Я в Карелии Уже Мне еще Пару часиков Наверное Дороги Спасибо вам большое Я от души Благодарен Что вы есть И смотрите Это видео Мне это Очень приятно Мне это Так Ну значит Все не зря Все не зря Спасибо вам большое Всех благ Ребята Живите сердцем Живите Осознанно Получайте Удовольствие От этой жизни Это очень важно Почему я всегда Говорю про Радость Счастье Что-то такое Потому что Это у нас Отняли Особенно Вот мое Поколение Кто из Советского Союза Кто пережил Эти девяностые Говняные Вы же помните Наших родителей Наших сверстников Как все это Было Убого И как мы Воспитаны В каком-то Негативе Воспитаны Ну Наши родители Как могли Так Так все И происходило Тут ни в коем случае Никого обвинять Конечно же Не надо И я этим Не занимаюсь Так все Жили Ну и многие Так и живут На самом деле Мы можем Жить и радоваться О чем я и говорю Потому что Жизнь окрашивается Прям совсем Другими красками И это может каждый Вот именно Что каждый Все Спасибо Пока